МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Первый вопрос, который мы всегда задаем нашим гостям, кем вы хотели стать в детстве? В детстве я хотел стать очень многим. Я хотел стать и космонавтом, и лётчиком. Все мальчишки моего поколения мечтали об этом. Я хотел стать и капитаном дальнего плавания, и водителем-дальнобойщиком, водителем поездов дальнего следования. В общем, мне хотелось всё попробовать. Но у меня так получилось, что первое образование медицинское. У меня родственники, и мама, и дяди, и тёти, они все медики. Семейная традиция, наверное. Ну, да, поэтому меня не вынудили, потому что, в общем-то, это было обоюдное желание, и моё, и родственников. Я поступил в медицинский колледж в другом городе, в Нижнем Тагиле, в 40 километрах от моего родного города. С успехами его закончил. Работал фельдшером на скорой помощи, потом в детской больнице, в патронате, и работал в школе до армии фельдшером школьным тоже. А вы родились в таком городе, как Верхняя Салда. Это недалеко от Нижнего Тагила, в Свердловской области. Этот город в 18 веке основали промышленники Демидова, и там до сих пор действуют заводы. И вы говорили, что город был секретным в своё время. А как ваши предки туда попали? У меня семья сборная, такая солянка. Мама из Белоруссии, из-под Витебска. Папа из Башкирии. Я так понимаю, что, скорее всего, по маминой линии были сосланы её родители на Урал. Ну, а папа приехал туда после армии. Потому что там была, ну, во-первых, большая стройка, во-вторых, у него было военное образование, близкое к инженеру. И он приехал работать на военный завод. Который выпускал в то время двигатели для истребителей и ракет. И там они познакомились. Я ещё знаю, что из далёких моих предков по маминой линии выходцы из Германии. Вот, может быть, это как-то повлияло на их ссылку на Урал. Вот, а по отцу, по папе у нас в роду идёт... Ну, я так думаю, что это всё-таки, может, где-то надумано. Но родственники говорят, что у нас чуть ли не ханское происхождение, связанное с завевателем Чингисханом. Вот, у одного из наших братьев по отцу фамилия Шайбаков. Вот, был такой хан Шайбак, приближённый Чингисхана, который сейчас очень такой ярый националист Башкирии, занимается историей и края, и нашего рода. Вот, и вот он утверждает, что у нас ещё в наших корнях есть выходцы из Монголии. Ильин, получается, это ваш псевдоним? Да. Ну, я взял Ильин псевдоним, чтобы для того... Ну, чтобы было легче общаться с моим читателем, который, может быть, фамилией Чувор иногда очень тяжело выговаривается. Вот, поэтому... Илья Ильин, очень просто. Вы говорили, что мама когда-то вам показала свой завод, да? На котором работала? Да. В моём детстве это был закрытый военный объект, да и сам город был закрыт. Завод – это большой, огромный, длинный цех. В то время, ну, наверное, один из самых таких продвинутых комплексов инженерных. Однажды она меня взяла с собой к себе на работу, она работала крановщиком в горячем цеху. Вот он назывался официально прокатный цех, горячего проказа. И я вместе с ней катался на кране целую смену, там, шесть часов, над вот этими горячими листами Титана, из которых делались комплекты для двигателей. И вот в какой-то момент она говорит, сейчас ты сильно так не выглядывай в окошечко, но вот так посматривай уголочком глаза. Я говорю, а что такое? Потом я тебе расскажу. И вот мы поехали на этом кране, над большим таким металлическим люком, который вдруг открывается, и там огромный провал вниз, наверное, метров, так по моим детским впечатлениям, метров тридцать. Это был самый нижний этаж, куда маме было нужно опустить какую-то деталь. А потом она мне уже сказала, что это самый нижний цех этого завода, в котором делают мины для наших морских военных сил. Вот была такая история. Где-то носитель секретов. Я носитель секретов. Я никому об этом не рассказывал очень долгие годы. Но сейчас, я думаю, что и тогда уже те, кому надо, бы все про это знали. Ну а сейчас это уже город открытый, называется там Титановая долина. Один из, по-моему, всего лишь двух заводов на территории России, которые упускают, ну теперь уже детали для двигателей Боинга и для фюзеляжа самолета Боинга, на которых мы летаем к вам в Сыктывкар. Вы ведь в детстве писали и стихи, и прозу, и даже печатали с местной газеты. Вот все-таки это вас пересилило, и вы уехали в Москву и поступили на журфак, в Московский политехнический институт. Стихи я писал, как многие мальчишки, особенно когда я влюбился. В 12 лет вот писал стихи, сравнивал любовь с зубной болью, которая приходит неожиданно и очень долго мучает. У меня был двоюродный брат, старший Володя. Почему был? Потому что он, к сожалению, скончался недавно. И вот он взял однажды мою тетрадку и отнес своему другу, который работал в городской газете «Салдинский рабочий». И им очень понравилось одно из моих стихотворений, посвященное как раз не любви о моей маме. И они напечатали это стихотворение к 8 марта. Я тогда получил гонорар. 3 рубля 60 копеек. Естественно, не самая с помощью мамы. Хотя она сначала очень не верила, что за это могут платить, что это может приносить деньги. Но тем не менее она получила, отдала мне. Я пошел в магазин, купил большую чугунную сковородку, потому что у нас ее не было. Очень люблю жареную картошку с мясом. И маме купил большой поток подарок, а на остальное, не помню, там что-то получилось, килограммов 6 или 7 леденцов для мальчишек во дворе. То есть 3,60 – это большая сумма была? Серьезно, конечно, это огромная была. Огромная сумма, да-да-да, я помню это время. Как же вы решили рвануть в Москву? Я, будучи в Министерском колледже, очень серьезно увлекся литературой, и уже стал писать прозу, пробовал себя в фантастике. Послал мне несколько произведений в журнал «Смена», в журнал «Юность». Ну, в «Юности» мне прислали ответ, что мне нужно доработать, что им сама идея там сюжета понравилась, но нет хорошего окончания. Вот я на них обиделся, не стал ничего переделывать у них. Пусть так будет, как я написал. Хотя я понимаю, что надо было, конечно, переделать. Ну, мне нравится, я знаю, я понимаю. А «Смена»? В «Смене» у меня опубликовали один небольшой рассказ, фантастический, где-то примерно за полгода армии. Вот, и, наверное, вот это меня все-таки больше подтолкнуло к тому, чтобы я попробовал себя в литературе серьезно. В армии я тоже продолжал писать, конечно, меня опубликовали в журналах, в том числе вот журнал на боевом посту Советской армии. И после армии я поехал в Москву поступать в литературный институт. Я прошел собеседование, но уже перед самым экзаменом у меня случился небольшой конфликт с одним из преподавателей, не буду называть фамилию. Я тоже обиделся и ушел ко мне у вас. Я и без вас знаю, что писать и как писать. Но учиться надо было, я пошел в Московский полиграфический институт на факультет журналистики. Закончил его. А вот такой поворот в сторону юмора. Вы в детстве или в юности были таким рассказчиком смешным или что-то? Потому что пока внешне, я смотрю, как многие юмористы, вы очень серьезные, даже чуть-чуть мрачные. Ну да, как у Генри, который никогда не улыбался. Да, да, да. Но, вы знаете, что касается юмора, я не помню. Во-первых, у меня было детство очень бедное на друзей. Все-таки это военный городок. Мало детей. У нас была компания, банда всего лишь из четырех человек. Три мальчика и одна девочка. Ну, конечно же, мы тоже хулиганили, как и все другие мальчишки, девчонки. А для общения было, конечно, это очень мало. Но у меня с детства были все время конфликты и с детьми, и со взрослыми, потому что я очень любил всех подкалывать. Иногда это было даже очень жестко, потому что я не понимал меры и позволял себе некоторые вещи, которые недопустимы, особенно в отношении взрослых. Ну, это я себя переборол. Сейчас этого, конечно, нет. Я иногда подкалываю, но очень так нежно, любя, стараюсь не обидеть человека. А с юмором у меня связано, наверное, внутреннее состояние души. Я человек такой, несмотря на свою серьезность, смешливый. Очень люблю хороший юмор, хороший анекдот. Мой любимый анекдот такой. Скоро Новый год. После визита Деда Мороза мальчик бегает в комнату, где сидит мама с подружками, выпивает чай. Он кричит, мама, мама. Дедушка Мороз там свою шубку оставил. Мама удивляется, говорит, а в чем же он ушел? А мальчик еще радостней. Да он ушел в твоей, Новый год. Это такой-то анекдот. Один из моих любимых. Не сюжет для Яролаша. Ну, да. К сожалению, у меня с Яролашем как-то отношения складывались довольно сложные. Я имею в виду с главным Яролашем Борисом Грачевским. Он же вас пригласил в Яролаш. Да, он меня пригласил, но он меня пригласил как писателя, как литератора. То есть он предложил мне создать и выпускать бумажный журнал Яролаш. Вот один из моих любимых. Никогда не видел в жизни. А он же уже не выпускается, да? Уже, к сожалению, не выпускается. Я работал над ним с 2004 года. То есть лет 8, наверное, он выпускался. Выходил лет 8 этот журнал? Больше? Я был главным редактором с 2004 по 2011 год. После меня Александр Марченко подхватил эстафету и выпускал его еще полтора года. Но, к сожалению, вот он трагически погиб. И после этого вот как-то журнал затих, заглох. Вы говорили о непростых отношениях с Борисом Грачевским. Ну, у нас очень хорошие, дружеские отношения. Я его очень уважаю. Даже за то, что он сохранил этот журнал вот эти годы перестройки, когда было очень тяжело. Он на свои деньги продолжал выпускать журнал, вот сохранил Яролаш. Но в последнее время у нас конфликтов не было, но просто я отошел, потому что мне показалось, что журнал куда-то не туда немножко движется, что он становится интересен нынешним детям, нынешнему поколению. Ну и, конечно, тяжело было вот эти вот 7 лет без, фактически, без отпуска делать журнал каждый месяц, чтобы он выходил. Поэтому я устал. Когда вы начали писать для Яролаша, вы одновременно начали писать книги и для детей. Это вот совпадение? Или как это произошло? Нет, не совсем. Для Яролаша я первые сюжеты послал по почте еще где-то в конце 80-х годов. Тогда я получил ответ, что несколько сюжетов были отобраны, но положены в портфель редакционный. И все. Потом как-то благополучно все это забылось. Я больше к этому не обращался до поры до времени, пока уже не познакомился близко с Борисом Юрьевичем. Вот. И о книге для детей я начал писать в 2004 году. До этого... Я же не только детский писатель. Я в основном работал с 95-го года в кино как сценарист. Одна из моих сценарных практик, если вы знаете, видели в Америке, да, в Рашиловской стрелоке Говорохина. Там я сидел, писал диалоги. Вот. Уже в готовый сценарий менял диалоги. С Говорохиным я работал с 93-го года. В кино очень много ездил с ним по разным городам, веселым и кинофестивалям. Вот. И фактически мой учитель, я считаю его своим учителем, он не сопротивляется. Вот. И, конечно, я очень благодарен судьбе за такую встречу, за такого учителя. Ну, я у всех учился. Я учился у Равана Быкова, я учился у Юры Полякова, очень большого моего друга, главного редактора. В литературке, да. А вы же с Юрием Николиным были лично знакомы, да? Да, лично был знаком. Однажды мы с ним пытались посоревноваться с анекдотами, конечно, я проиграл уже на третьей минуте. Ну, это... Я мастер. Я с ним ставил большое представление для ветеранов войны в 60-летие победы. У него в цирке. А после, ну, не разрыва, а, скажем так, ухода из этого журнала, вы смотрите журнал «Яролаш»? «Яролаш». Да, смотрю, потому что у меня, во-первых, профессиональный интерес это вызывает, во-вторых, я все-таки пытаюсь следить за судьбой и развитием этого же кинозурнала, вот, и иногда также подбрасываю свои сюжеты, думаю, вдруг еще как что-то где-то пройдет, еще что-то снимут. К тому же я очень много дружу с многими режиссерами, авторами кинозурнала. «Мама! Папа!» «Ты чего кричишь?» «Яролаш! Родители моих не видели!» «М-м-м!» «Я знаю, что вы собираете школьный фольклор, и у вас, наверное, многотомник вот этих вот фраз из сочинений, из смешных высказываний детей и учителей». «Многотомник» — это громко сказано. Да, у меня есть где-то порядка шести записных книжек, вот ко мне из редакции журнала «Костер», главный редактор Харлампьев Николай, обратился с предложением для деткиза сделать книгу. Каминский уже выпускал такую книгу по школьным сочинениям, вот, а продолжение, к сожалению, не случилось. И вот я все никак не могу найти время, чтобы сесть, подготовить, но думаю, что я это сделал. Рано или поздно. А так фразы, конечно, удивительные бывают. Вот мальчик один прислал фразу, очень короткую, но очень емкую. «Я живу и учусь в четвертом оклассе». Одна девочка в сочинении написала, значит, название «Кому на Руси жить хорошо?» И только одну фразу. «Никому». Я читала. Илья, а все-таки почему вы начали для детей писать? Благодарная публика. Ну, я не знаю. Не могу ответить на такой вопрос. Просто как-то, опять же, это было время, связанное с началом работы в Яралаше. Я окунулся с головой в детскую литературу, в детский фортлер, в детское кино и понял, что меня-то там и не хватает. Без меня все, детская литература развиваться дальше не может. Ну, дай-ка я сам все это дело поправлю. Сел, сжал ручку, бумагу. Кстати, я до сих пор пытаюсь не пользоваться компьютером, потому что считаю, что компьютер это машина. Она пляет, да. А когда пишешь, ручки на бумаге, когда скрипит перо, когда можно зачеркнуть 10 раз. Сверх. Так что это совсем другое получается. А на своих детях вы репетируете? Ты, кстати, оттачиваете? На внуки. Дети у меня уже выросли, а внук, у меня есть внук. Я с ним где-то, наверное, ему было 4 года, когда я взял его на воспитание. И вот 4-х лет я его мучаю своим творчеством. Не сопротивляется? Раньше нет, сейчас пытается уже. Он говорит, дед, ну все, уже хватит. Я же вырос, а ты меня все в Веролашем мучаешь. В Веролашем я мало уже сейчас работаю. Сейчас, к сожалению, даже для книг, для детей остается мало времени. Сейчас у меня серьезные работы в кино. Вот я недавно закончил сценарий очень серьезного фильма «Катастрофа», мелодрама. Пока рабочее название «Мессина», «Слава русского флота». Это о землетрясении 1908 года на острове Сицилия, когда город Мессина пострадал, практически полностью был смесен. А рядом оказалась наша эскадра из 4-х крейсеров, моряки которых и гардемарины пришли на помощь итальянцам, мессинцам. Спасли очень много людей, несмотря на то, что подругались опасности сами, многие гибли, теряли, ну не многие, но все-таки гибли и наши моряки Гордемарины теряли руки, ноги в завалах. Вот, тем не менее, до сих пор мессинцы хранят память, вот, недавно, на столетие событий, был установлен памятник нашим морякам, Гордемаринам, Мессине. Вот такой очень серьезный фильм, вот, сейчас он проходит аппровацию в Министерстве культуры, вот, до этого я закончил работать над фильмом о Суворове. Вы же еще и снимались в кино, и в массовках, и в эпизодах. Ну, я, в общем-то, не стремился к этому, у меня так желания особого нет, просто меня, вот, и режиссеры Веролаши просили посниматься, вот, но мне это было интересно, и поэтому я не отказывался в массовках. Да, я снимался и у Кончаловского в ближнем круге, играл даже эпизодическую такую небольшую роль офицера КГБ, вот, очень маленького офицера, там, младшего лейтенанта, ну, очень длинный шинели. Снимался, конечно, и у Говорухина, снимался в массовках, в таких телевизионных сериалах, ну, не ради денег, а ради искусства. Ну, интересная работа просто. Ну, это не работа, это, честно говоря, мне это не нравится, когда сидишь, приходишь, приезжаешь на площадку на съемочную, там, 8 утра, тебя снимают 10 минут в 22.00 вечером, целый день. Правда, там кормят, поят, но терять столько времени в пустую, например, совершенно не нравится. Я прочитала в интернете, я не знаю, вы это в шутку или всерьез сказали, что вы любите выращивать на даче огурцы. Люблю выращивать, потому что, ну, во-первых, я начал этим заниматься для внука, вот, мы там у бабушки отбили кусочек цветника и сделали из него огород. Начали мы сначала с кабачков. Кабачки у нас родились просто на славу, вот, мы их еле-еле никак не могли съесть, потому что каждый день можно было по 2-3 кабачка снимать, а посадили мы что-то всего лишь, я не знаю, а в зернах их 10, наверное. Вот, потом мы на следующий год посадили огурцы и помидоры. Помидоры у нас не получились, а огурцы выросли, вымахали, не знаю, там рядом с яблоней, они на яблони залезли метра на 2, наверное, вот, оттуда приходилось тоже снимать каждый день урожай. Вот, и потом я уже увлекся не просто выращиванием, а сейчас еще мы с внуком специализируемся на сортах, то есть выискиваем сорт, который бы нам был по душе и сладкий, и вкусный, и крепкий. А как вы попали на фестиваль сталкеров Сыктывкар? Ну, во-первых, я давно знаю и очень дружу с Игорем Юрьевичем Степановым, который организует фестиваль не только сталкеров, еще и золотой феникс в Смоленске, вот, я раза три, наверное, был в Смоленске на золотом фениксе, я, а сталкер он меня давно приглашал, он просил сделать мне программу о правах ребенка, вот, с сюжетами и тиралаши, и с кино, такая наглядная агитация, вот, но, так как у меня очень плохо с заказными материалами, я до сих пор ему обещаю, но пока еще ничего не выдало бы на гора. Больные птицы. Да, вот, и он предложил тогда, говорит, ну давай хотя бы просто вот, что ты можешь предложить по Иролашу, ну давай я приеду, расскажу веселые истории из жизни Иролаша, вот, покажу фильмы, которые я могу показывать, на которые имею право, расскажу какие-нибудь веселые факты из своей биографии, расскажу смешные истории, в том числе и фразы из школьных сочинений, вот, в общем, приеду, повеселю детишек секретканских, секретканских, вот, так, что я говорил, кстати, у меня в программе есть такая небольшая часть, связанная с моей биографией, я, ну до сих пор, еще где-то начиная с 2000-го года, увлекался написанием очень маленьких, коротких рассказов, не обязательно для детей, но, в общем, таких смешных, вот, и они потом вдруг становились анекдотами, вот, например, такой короткий рассказ я написал как раз в 2004-м году, есть у меня такой цикл «Один дяденька, одна тетенька», то есть все вот эти рассказчики начинают с фразы «Один дяденька» или «Одна тетенька», вот, «Один дяденька вор», залез в квартиру, а там лежит огромный большой пес, а в углу в клетке сидит попугай. Ну, дяденька вор сначала, конечно, опешил на собаку, смотрит, но там, ну, внимание, ну, вор осмелел, пошел к комоду посмотреть, что там есть цельного, а попугай, когда он приходил, вор приходил мимо, говорит ему «Здравствуйте», дяденька вор посмотрел на него, ну, то ладно, что ж, вежливый все-таки дяденька вор, говорит «Здравствуйте», залез в комод, нашел там чего-то ценное, сложил в сумку, посмотрел на собаку, собака лежит, даже не смотрит в его сторону. Ну, вор уже осмелел, идет обратно к выходу, идет мимо попугая, попугай ему опять «Здравствуйте», дяденька вор говорит, «Ну, ты что, других слов, что ли, не знаешь?» пугая ему говорит, почему не знаю, знаю, «Рекс, фас». Вот, и потом где-то через год-полтора, наверное, я еду в метро, и вдруг слышу, как два школьника, вот один другому, рассказывает анекдот про «Рекс, фас». Слушайте, это знаменательно, вообще никто никогда не видел живых авторов анекдотов. анекдотов. Ну, вот я перед вами, у меня таких, ну, про немного, но вот то, что из моих рассказов получились анекдоты, ну, где-то штук шесть. У нас есть Блиц. Ух, пою все эти слова Блиц. У нас добрый Блиц. Что вас удивляет в современных детях? Любознательность и непосредственность. Они какие-то другие, они более, не развязные, а более свободные. Какую книгу вы сейчас читаете? В данный момент я перечитываю Эльфа и Петрова Династульев. На какого литературного героя вы похожи? Я бы сказал, что оба литературные герои похожи на меня, но я даже не знаю, что-то не задумался таким вопросом. Какой шанс вы в жизни упустили и теперь жалеете? Наверное, получить еще дополнительно два-три выжих образования. Я очень хотел быть и кинорежиссером, и очень хотел быть добиться, ну это еще раньше, когда в Дуармей я хотел поступить в военно-морскую академию, в военно-миссионскую академию, стать каким-то известным хирургом. То есть вот я, конечно, очень хотел знать очень много, но не сложилось. Откуда вы черпаете силы? в семье, в детях, во внуки, это мой тыл, это вот та, ну, та база, которая дает мне силы. Дети не по вашей линии пошли? Литературной? Нет, они пошли по модной линии. Дочь юрист, а сын владелец, владелец шинмонтажный. Как бы вы назвали время, в которое мы живем? Хорошее время. Хоть и некоторые называют его смутным, но я считаю, что любое время, в которое мы живем, для нас оно хорошее, другого нет. Это был Илья Ильин. Персона. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова